Интервью министра и до Армении за грабом нацеканье на ВВС вызвало в Армении большой шум. Вряд ли можно утверждать, что министр не дал поводов для этого. Были вопросы, на которые нацеканян вполне мог ответить определенно и жестче, не давая повода для спекуляций. В частности, речь идет о вопросе по поводу того, что Арцах — не армянская земля, или о нарушениях неких прав армянскими силами. От члена правительства, наделенного высокой публичной легитимностью, ожидали, безусловно, более четких и уверенных ответов и позиций. Однако, проблема восходит к нашей политике в последние 25 лет, когда сформировалась целая политическая реальность. Провокационные вопросы журналиста, которые, кстати, исходили из формата передачи, были порождены политикой последних 25 лет, которую проводили власти Армении по арцахской проблеме, выводя одержавшую победу страну на позиции обороняющегося, оправдывающегося и предоставив Азербайджану возможность сформировать право на войну. Баку начал взращивать это право при поддержке стратегического союзника Армении, России уже с 2004 года, когда русско-азербайджанское сотрудничество было названо стратегическим партнерством, а Путин в Баку склонил голову перед памятником тех, кто воевал против Армении и Арцаха. Эта трансформация была обусловлена тем, что в Армении вопрос власти не рассматривался как средство обслуживания победы в Арцаю, наоборот, арцахская проблема стала использоваться для обеспечения интересов власти во внутренней жизни. В 2016 году эта ситуация взорвалась, но армии и обществу удалось нивелировать взрыв и подорвать ее в руках Алиева. Но политическое руководство оказалось неспособным развить эти реалии, потому что логика растраты арцахской победы и внешней политики для решения внутренних задач сохранялась. Интервью министра ИД оставляет впечатление попытки уместиться на грани нового и старого. В этом смысле сделана важная констатация, Мнацаканян был дипломатом, который после революции взял на себя политическую ответственность. Однако в интервью он говорит больше как дипломат, а не политик и министр. В то же время, ажиотаж вокруг интервью стал своеобразной иллюстрацией. Прозвучали требования об отставке министра, стало ли интервью удобным поводом для назревавших требований. А может, причиной возникновения таких требований стало дипломатическое прошлое за грабом нации Аканина, к примеру, то, что именно он вел переговоры с ЕС по соглашению об ассоциации, которое должно было стать механизмом поддержания военно-политического баланса в регионе. Именно поэтому была поставлена задача сорвать соглашение самым грубым образом, после чего начался заключительный этап подготовки к войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова